Дорогие друзья, сегодня речь пойдет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а более конкретно о артритах, артрозах, остеопорозах, все это, в общем-то, одного поля ягод, позвонковые грыжи. Итак, сначала немножко о психосоматике давайте поговорим, о природе этих заболеваний, ну а потом я расскажу о тех препаратах, замечательных и природных, которые есть для того, чтобы существенно облегчать и болевой синдром, поддерживать свои суставы в должном состоянии и желательно приходить к излечению. Но излечение, как я уже много раз говорил ранее, заключается не только в медикаментозном подходе, не только использование различных растений, минералов, но и также работа над собой. Работа над своим умственным аппаратом. Итак, дорогие друзья, артрит пальцев, рук, как правило, это желание наказания, порицание себя в различных формах, самоуничижение в различных формах, чувство, что ты жертва. Чаще всего подобные переживания в достаточно длительном периоде времени приводят к артриту пальцев руки, а в самых тяжелых вариациях это болезнь Бехтерева. Многие, я думаю, знают, что это такое или слышали. Во всяком случае, просто артрит. Это чувство, что тебя не любят. Это критика, это обида. Суставы, особенно те суставы, которые коленные, плечевые, локтевые суставы и артриты этих суставов, артрозы. Суставы, это что такое сустав? Сустав, это символ смены жизненного направления, это легкость движения, легкость изменения, направление своего мышления, направление мировоззрения. Смена направления мировоззрения, смена внимания, которое оценивает все вокруг, отношения и формирует отношения к нашему миру в настоящий момент времени. Для того, чтобы улучшить свое состояние существенным образом при суставных болях, а также при грыжах позвонковых, есть прекрасный препарат, который называется глюкозамин. В Таиланде я его нашел в чистом виде, безо всяких хондроитинов, хотя разговоры по поводу того, что хондроитин полезен для суставов. Дорогие друзья, хондроитин полезен для ценообразования препарата, потому что он ничего не стоит. А вот глюкозамин стоит, поскольку он вырабатывается из хрящевой ткани, в лучшем случае это киты. Вот видите, здесь маленький киточек такой нарисован, такой киточек. Поэтому разговоры по поводу того, что глюкозамин с хондроитином оказывают полезное действие на суставы, это в раке все. Хондроитин очень негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт, а особо на поджелудочную железу и желудок. Поэтому принимать можно и нужно только чистый глюкозамин, безо всяких хондроитинов и прочих разных добавок. Просто чистый глюкозамин. Безусловно, он получается дороже, но и эффективность от него высокая. Фармакологические компании развернули противостояние природным препаратам, дабы им продавать свой химический говнезин в огромных количествах. Который в конечном итоге никогда не приводит к конечному излечению. Только купирование симптомов и все на время. Потом опять иди и покупай. Здесь речь идет о том, чтобы посредством психологических практик в сочетании с природными препаратами прийти к излечению своего тела. Да, путь непростой, потому что нужно менять и питание, нужно отказываться от мясных продуктов, нужно отказываться от крахмалосодержащих продуктов и еще от разных всяких продуктов. От кофейка, от чайка крепкого тоже надо отказываться. И достаточно долго принимать препараты для того, чтобы достигнуть эффективного значения в своем здоровье, то есть выздоровлении. Так вот, как раз для тех людей, которые намерены стать здоровыми, существует два препарата. В Таиланде они выпускаются, я вам сегодня покажу их оба. Вот такой форм-фактор есть выпуска, он немножко подороже, вот такой немножко подешевле. И есть еще, вот эта фирма выпускает глюкозамин потасиум, немножко другая форма для тех людей, у которых очень высокое давление. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов, вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Поэтому при назначении препарата необходимо учитывать рабочее давление пациента. Если оно высокое, то нужна немножко другая форма выпуска, не такая. Вот такая форма выпуска и такая форма выпуска подходит для всех, кто не страдает повышенным давлением. В двух словах, это я как уже написал в теме этого видео выпуска, это остеопорозы, остеохондрозы, межпозвонковые грыжи и предгрыжевые состояния, боли в суставах и в позвоночнике и переломы костей. Ибо ускоряет сращивание самих костей этот препарат. Применяют его по одному пакетику в день. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Я его и сам пропиваю раз в год, потому что избыточный вес, пожрать я люблю. Кости периодически хрустят, а вот когда принимаешь этот препарат, уже кости перестают хрустеть. Вот внутри 30 вот таких пакетиков находятся. В каждом пакетике содержится 1500 миллиграмм чистого глюкозамина. Сейчас мы его, сегодня как раз я его не пил. Мы его откроем, посмотрим, что внутри. И я заодно его слопаю. Берется обычная вода в стаканчике. Вот так, я думаю, видно будет. Вот такой белый порошочек засыпается внутрь. Он достаточно быстро и просто разводится в воде. Вкусненький такой, но не противный. Не сразу разводится, надо мешать подольше. Растворится, выпьет до конца. Помимо этих препаратов, очень эффективно применение настойки гармолы. Настойку гармолы я делаю уже достаточно длительное время. Гармола, она же могильник обычный. Травка, которая имеет свою дозировку, поскольку в большой дозировке она ядовита. Но растение находится под управлением планеты Сатурн. А суббота, как говорила мудрая сова, не только пишется с двумя Б, а еще и чакра Сахасрара и опорно-двигательная система, скелетно-мышечная система человека. На что первичное влияние оказывает. Хотя, в восточной философии, в исламе в частности, гармола используется повсеместно. О ней очень много есть информации. Это лекарство от тысячи и одной болезни. Знаете, некая аналогия с тысячи и одной ночью. Но применяют ее в разных ипостасиях, и не только как лекарственное средство. При помощи нее делают очистку помещения через окуривание. Через нее делают многие духовные практики. Цыгане ее используют для того, чтобы свои дела делать. Цыганские. Так вот, гармола принимается тоже в небольших количествах. С глюкозамином она дает очень хороший эффект. Принимать нужно по чайной ложке. Два раза в день. Больше не надо. А то может стать плоховато. Слегка. Но в малых количествах, как известно, все является лекарством. Каждый яд. Я сегодня не взял с собой, не взял с собой сегодня мазь 108 трав. У меня они есть отдельная передача. Для тех, у кого артриты, артрозы и все то, что я перечислял относительно межпозвонковых грыш и предгрыжевых состояний. Остеохондрозы, остеопорозы, мазь, как внешнее воздействие из 108 компонентов, из 108 трав, являет из себя весьма эффективное средство, в том числе и для снятия боли. Кстати, настойка гармола, она используется не только внутренне, она используется и внешне, как растирание. Причем растирание весьма эффективное. Боль в суставах пальцев проходит в течение буквально 20-30 минут. Всеволод написал, каков механизм пояснично-крестцовых болей. Дорогой Всеволод, механизм всех болей примерно одинаков. Что такое боль? Боль это индикатор. То есть, вот видите, вы на автомобиле, в автомобиле случилась какая-то неисправность. У вас на приборном щитке загорается лампочка, там, check engine. Или, например, ну у нас мало лампочек в автомобиле-то по сравнению с человеком, а у человека то в жопе заболело, то в голове. И это и есть индикатор того, что происходит какой-то процесс, который очевидным образом выходит за рамки нормальных параметров. Именно поэтому и случается боль. То есть, боль это полезная вещь, которая дает уму информацию о необходимости ремонта той или иной системы жизнеобеспечения. Для того, чтобы выяснить, что конкретно происходит, необходимо сделать как минимум простые исследования. Дойти до лаборатории, желательно независимой, где не сидит за стенкой от УЗИста доктор, и УЗИст вам находит то, чего у вас и в помине-то и не было. А потом направляет к доктору, а доктор говорит, мы вас вылечим. Вы не переживайте, только деньги платите. А вот сходите еще вот это, вот это, вот это, там анализы сдайте, а потом еще вот это, вот это, а потом вот эти таблетки попейте. А потом придите, а потом то, а потом все. И задача-то, в общем-то, вас не рассматривают как человека, которому требуется помощь. Вас рассматривают как человека, который, собственно, принес деньги. И последовательность определенных действий, которые необходимо выполнить для того, чтобы эти деньги от вас получить относительно законным способом. В большинстве случаев человек может помочь себе самостоятельно. Для этого много не надо. И я даю такую информацию. Здесь еще что хочу сказать. Очень хорошая есть клиника, не клиника, а лаборатория. Инвитро, я ее всем рекомендую. Это бесплатная, пускай будет, реклама Инвитро, но они отличаются тем, что они не занимаются гипердиагностикой. Друзья, если кто-то еще знает лаборатории и другие, где не сидят мудрые врачи за стенкой от диагностов, вы, пожалуйста, тоже рассказывайте о них, чтобы люди знали, куда можно пойти, где не будут заниматься гипердиагностикой. А это шибко распространенная заболеваемость, ситуация нынче стала гипердиагностикой. Я вам приведу еще один простой пример, для того, чтобы вы не попадали на такие ситуации в интернете. Последнее время в различных социальных сетях постоянно всплывающие баннеры. Бесплатная диагностика того, бесплатная диагностика сего, в Москве особенно. Приходите, мы вам проверим и суставы, и жопу, и голову, и нос, и все остальное. Периодически, хоп, там, Московский медицинский центр при правительстве Российской Федерации, или при правительстве Москвы, значит, делает акцию, приезжайте, мы вам все бесплатно продиагностируем. Любой трезвомыслящий человек понимает, то, что аренда помещения, покупка оборудования, коммунальные услуги, зарплата сотрудников, это все требует средств. Все требует материального обеспечения. Если контора занимается бесплатной диагностикой, какова ее экономическая схема функционирования, они не сидят ни на какой дотации, никто им ни за что не приплачивает за то, что вот они так заботятся о людях, которые к ним ходят. Поэтому те люди, которые клюнули на эту мормышку блестящую, на халяву на эту, в конечном итоге приходят, и грамотные люди им начинают находить то, чего у них и в помине там никогда в жизни не было. А потом начинают их активно лечить от всего вот этого различным химозом, в результате чего приемы этого химоза сажаются печки, почки, все остальное, и тут же они начинают лечить вам и печень, и почки, и гастриты, и колиты, и все прочее. То есть вы становитесь сладким пациентом. Друзья мои, имейте в виду, что это обычный обман. Никогда не стоит этим пользоваться. Видите что-то халявное в плане медицины, знайте, что это сыр, который в мышеловке. А вас рассматриваю как мышь. Будьте внимательны. Дорогие друзья, если есть еще... А, вот Мерик пишет, что он что-то натворил вчера. Но мы каждый день чего-то творим. Дорогой друг. Каждый день мы что-то творим. Потому что наша жизнь – это творческий процесс, состоящий из самых разнообразных элементов, которые нам подкидывает наш разум. А подкидывает он не всегда идеи, которые полезны для нашей физической оболочки. Поэтому не удивляйтесь своим желаниям. Иногда они не очень полезны для нашего тела. Но потом приходится заниматься и нашим телом тоже. И менять частенько систему питания. И уделять время своему здоровью с годами. Все это аккумулируется. И в конечном итоге приводит к определенным действиям, которые необходимо совершать. И уделять этому время для того, чтобы чувствовать себя комфортно в более, так сказать, зрелом возрасте. Да, что еще необходимо добавить. В лечении всех тех заболеваний опорно-двигательного аппарата, про которые я сегодня говорил, и которые я не упоминал, очень эффективно применять в этой схеме лечения мультиминеральные инъекции, о которых я много раз уже рассказывал. Повторюсь сегодня, что это весьма эффективное средство, работающее на внутриклеточном уровне. Каждая клетка нашего организма имеет определенную частоту своего функционирования, заданные параметры. Когда клетка начинает функционировать не на той частоте, на которой является заданным параметром, она начинает функционировать неправильно. То есть она считается заболевшей, что в конечном итоге приводит к ее разрушению. Мультиминеральный комплекс северокорейский содержит 52 микроэлемента, в том числе редкоземельных, основной задачей которых является выведение всех клеток организма на оптимальную частоту функционирования. Не всем понятно то, что я сказал, но кому это будет интересно, вы можете этим поинтересоваться. Мы полностью электрические устройства, мы работаем на электричестве, и все внутри нас функционирует на электричестве. Вот это необходимо понимание того, что мы электрические устройства. За сим, дорогие друзья, напомню свой в**, если кому-то нужно получить какую-то консультацию, обращайтесь, плюс 7 499 638 3184. На этом я сегодняшнюю коротенькую передачу заканчиваю. Дорогие друзья, всех вас люблю, всех вас целую. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok